Здравствуйте! В эфире программа САУ Балашак онлайн. Программа для тех, кто привык вести активный образ жизни, но по каким-то причинам лишился этой возможности. С нами вы сможете привести себя в тонус, не используя для этого какой-то дополнительный инвентарь. Тяга к поясу в планке. Это движение стабилизирует корпус и исправляет осанку. Оно подходит для тех, у кого сутулая спина и выпирающий живот, и может выполняться с относительно легким весом. Необходимо принять упор в позу планки, расположив бутылку на средней линии тела между руками, а корпус параллельно полу. Далее нужно втянуть живот, упереть стопы в пол, сократить мышцы передней поверхности бедра для стабилизации, освободить правую руку и захватить ею бутылку. Рекомендуем выполнить данное упражнение не менее 12 повторений, 4 подхода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Упражнение Супермен. Это отличное упражнение для тренировки мышц разгибателей позвоночника, ягодиц и трапеции. Никакого оборудования не понадобится, только пространство, чтобы вытянуться на полу. Имитируя полет Супермена, вы сможете изолированно проработать мышцы кора. Лягте на живот, вытянув прямые ноги и руки. Ладони и носки смотрят вниз. Отервите прямые руки и ноги от пола. Держите корпус неподвижным. Удерживайте такое положение 15-30 секунд, а затем медленно опустите руки и ноги. Проделайте упражнение трижды, затем отдохните 30-60 секунд перед следующим подходом. Рекомендуем сделать не менее четырех подходов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тяга бутылками в наклоне к поясу с вращением кистей. Попробую рассказать пошагово о технике. Ставим ноги на пол так, чтобы стопы были параллельны. Наклоняем корпус почти до параллели, чуть прогибаемся в пояснице. Берем бутылки в руки. Руки опущены вниз, ладони развернуты друг к другу. Мышцы спины находятся в растянутом положении. Это стартовое положение. Делаем вдох и медленно тянем бутылки назад и вверх, к низу живота, держа руки максимально близко к телу. В верхней точке разворачиваем кисть ладонью вперед. В верхней точке траектории напрягаем мышцы спины, сжимая их, что есть сил. В этом состоянии делаем паузу 3 секунды. Выдыхаем и медленно опускаем руки вниз в исходное положение, дополнительно растягивая широчайшие в нижней точке. Рекомендуем делать данное упражнение не менее 20 повторений, 4 подхода. Отведение рук назад в наклоне. Поставьте ноги на ширине плеч, наклонитесь вперед так, чтобы плечи были немного выше уровня таза. Руки опущены вниз, согнутые немного в локтях. На выдохе начинайте заводить руки назад по дуге, не сгибая локтей. В верхней точке сделайте задержку на 3 секунды. После, по той же траектории, верните руки в исходное положение. Не допускайте раскачивание. Выполните это упражнение на 20 повторений, 4 подхода. Редактор субтитров А.Семкин разведение рук в стороны гармошка. Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Руки зафиксируйте на уровне солнечного сплетения. Это исходное положение. Начните медленно разводить руки в сторону, немного развернув ладони к полу. Разводим руки чуть шире уровня плечей. После возвращаем в исходное положение. Рекомендуем сделать данное упражнение не менее 30 повторений. 4-5 подходов будет достаточно, чтобы почувствовать работу спины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова отжимания узким хватом от стула. Отличное упражнение для проработки трицепса. Упритесь руками в сиденье стула. Ноги расставлены на ширину плеч. Отжимания нужно выполнять с постановкой рук не шире 20 см между ладонями. Следите за спиной и не допускайте прогибов. Руки вдоль тела, а локти прижаты к корпусу. Опускайтесь плавно и медленно, без резких рывков. В нижней точке паузу делать не нужно. Возвращайтесь в исходное положение, полностью выпрямляя руки в локтях. Следует выполнить от 10 до 20 повторений. 4 подхода. Продолжение следует... Разгибание рук в планке. Принимаем упор на ладони и носочки. Стабилизируем в корпус, втягиваем живот. Освобождаем правую руку. Выводим ее так, чтобы можно было согнуть и разогнуть локтевой сустав. Выполняем сгибание в локтевом суставе, а затем разгибание. Сделайте по 20 повторений на каждую руку. 4 подхода. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Упражнение «Кошка». Одно из лучших упражнений для избавления от боли в спине, улучшения гибкости и осанки, укрепления мышц спины и пресса, снятие усталости и тяжести во всем теле. Как выполнять? Встать на четвереньки, руки должны быть строго под плечами, колени под тазом, живот подтянуть. Прогнуть поясницу вниз, слегка подняв голову, но не прижимая затылок к спине. Затем выгнуться вверх, одновременно опустив голову, но не прижимая подбородок к груди. Рекомендуем выполнять данное упражнение на 15 повторений, 4 подхода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Скручивание с поднятыми ногами. Ложитесь на пол и поднимайте ноги так, чтобы бедра были перпендикулярно полу, а голени параллельны. Сохраняйте это положение во время выполнения всего упражнения. Скрестите руки на груди или заложите их за голову, не переплетая пальцы между собой. Медленно, за счет работы мышц живота, оторвите плечи от пола на несколько сантиметров. Плавно опуститесь в исходное положение. Следите за тем, чтобы мышцы живота находились в постоянном напряжении. Повторите упражнение на 15 повторений, 4 подхода. Продолжение следует... Продолжение следует... На этом наша тренировка окончена. Выражаем благодарность Акимату города Алматы. Напоследок хотелось бы напомнить, один час тренировки это всего лишь 4% вашего дня. Будьте здоровы!